Добрый день, наши зрители! Вы на канале Вабонгеймс. Ну что, этот исторический день настал. Матч достойный финала. Стало известно, с кем сразится хоккейная сборная России в следующей стадии мирового первенства. Это будут канадцы, наши принципиальные соперники еще с советских времен. Накануне россияне уверенно одержали победу над командой Чехии. Ну а сборная Канады тоже легко разобралась со своим оппонентом. После матча с Чехией нам удалось пообщаться с голкипером сборной России Андреем Василевским, который пропустил очень курьезную шайбу в четвертьфинале. Да, ну все бывает, поэтому, как я уже сказал, для меня главная победа, а там шаталт, не шаталт, это уже другое. Но даже несмотря на это, вы и тренерский штаб доверяет Андрею, и именно он сегодня займет ворота в игре против Канады. Также мнением о будущем сопернике по полуфиналу поделился Александр Овечкин. Такие же ребята, такие же игроки, мы в них играем в целом. Каждый год в них играем. Ничего особенного, я не верю. Надеюсь, вы уже поставили лайк под этим видео и готовы к просмотру полуфинала Россия-Канада. Друзья, ну а я хочу серьезно с вами поговорить. Под прошлым роликом очень много комментариев, которые были залайканы, оказались с вопросом, на какой сложности я играл. Давайте так, я захожу вместе с вами в эту игру и хочу вас попросить, пока я все это делаю, не вестись на провокации хейтеров. Просто поймите, что мне самому, друзья, не имеет никакого смысла менять сложности. Я весь турнир прохожу на одной и той же сложности. И несколько раз на групповом этапе я это вам демонстрировал. И просто не считаю нужным перед каждым матчем заходить в настройки для того, чтобы это показать. Если в NHL 20 это делается перед игрой автоматически, а показывается уровень сложности, то здесь мне нужно в отдельный раздел заходить. И для чего я это должен делать, я не совсем понимаю. Вот я захожу в настройки и вот я показываю вам по настройкам, на каком уровне сложности я провожу весь этот турнир. Давайте, друзья, больше не будем задаваться этим вопросом. Поверьте, мне самому будет неинтересно играть на сложности ниже. Ну а если я не оправдал ваших ожиданий, что в игре против Белоруссии у меня получилась заруба, а чехи почему-то, я сам не знаю почему-то, сыграли не очень внятно, ну и плюс я все попадал, то я во время еще самой игры против Чехии объяснял вам, что, ребята, я также прогрессирую вместе, возможно, с командой сборной России. Я тоже привыкаю к этой игре, в которую я раньше не играл практически. И, естественно, я теперь понимаю ближе к финальным играм, как и откуда можно забивать голы. И, конечно же, я не буду специально поддаваться или не пользоваться моментами, которые сам создаю. Так что давайте закроем этот вопрос и, пожалуйста, поддержите меня лайком под этим роликом. Мне пипец, как нужна ваша поддержка перед встречей с канадцами. Напоминаю, что 2000 лайков и выходит следующее видео. Какое оно будет, матч за третье место или финал, я не знаю. Но держите кулачки за вабончика и за наших парней. Что ж, стартовые составы на ваших экранах. Ну а перед началом игры я обязан вам, друзья, напомнить, что на сайте OneWin вы можете подняться на турнире по хоккею, который называется Лига Про. Матчи этого турнира вы спокойно можете найти на ютубчике и следить за ними в лайве на сайте OneWin. Если же перейдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь по промокоду ВАБОН, то получите еще и двойные бонусы, то есть пятерик положили, плюс десятка к вам прилипает. Это невероятное предложение, которое ни один другой БК вам не сделает. Регистрация без каких-либо документов, а при выводе средств у вас не изымут скрытых комиссий. Поэтому бегом по ссылочке в комментариях. Удачи! Россия-Канада! История вершится на ваших экранах вместе с нашим каналом. Спасибо вам большое за поддержку. Не устаю это говорить. Лайки набираете теперь намного быстрее. И давайте, давайте, пожалуйста, в том же темпе будем поддерживать меня. Я буду вам выдавать все, на что я способен. Василевский, как вы просили, остается в воротах россиян. Ну а Керри Прайс, 8 побед. Ну, статистику Канады вы видели. Ни одного поражения в основное время у них нет на этом турнире. Ну, поехали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас, друзья, я волнуюсь не на шутку. Василевский, первый сейв. Знаете, мои взаимодействия со сборной Канады в этих симуляторах очень тяжелые. Если вы являетесь олдом, олдом, как хотите, скажите канала. Вы знаете, что канадцам в основном, в основном я чаще уступаю, чем выигрываю. И сегодня я очень хочу прервать эту статистику Ковальчук. Ой-ой-ой, как его накрыли. И здесь на добивание не смогли. Да? Другие команды позволяли Илье с такой позиции всегда бросать. А вот канадцы накрывают. Марков. Ой-ой-ой, Марков попадает под силовой. Да, жесткая сегодня будет игра с канадцами в любом случае. С ними просто так ничего не пройдет. Тарасенко входит в зону. Володя в дальний бросок. Добивание от Овечкина. Но Прайс накрывает шайбу. Ой-ой-ой-ой, как он убрал. Дальнюю надо закрыть. Ой, Василевский, молочина. Еще многие из вас просили отомстить за молодежку. Друзья... Ой-ой-ой, как опасно. Фу, болтать надо поменьше. Ну, не совсем, наверное, корректно, да, звучит вот это отомсти за молодежную команду. Здесь совсем другой коллектив. И у ребят свои интересы в этой встрече. Но в любом случае понятно, что мы все за своей горой. Тарасеныч. Где защитник второй? Вот, передача на Ковальчука. Надо... На пятак было. Ковальчук, передача на дальней штанге, что ли, была? Или Прайс вытащил? Выход один на один и гол. Вот что значит, не забиваешь ты, забивают тебе. Четвертая шайба у защитника канадцев. Да, здесь, конечно, один на один. Разошлись наши защитники. Пошли на смену и очень не вовремя. Канадцы зажали меня в зоне. Если честно, вот только сейчас Анисимову с партнерами получается выйти. Какой пас и... Оооо, ошибся Прайс! Ошибается Прайс и дарит Ничушкину, по-моему, первую шайбу на этом турнире. Валера, верим в тебя, просто красавчик. Да, без передачи, первый гол на турнире Ничушкина. Ух, ребята, за это лайк можно поставить. Хорошо, классный силовой. Здесь до конца, до конца бороться. Последний секунд... Да что происходит? Но Канада, ясно, что не Чехия, и это было ожидаемо. 2-1. Мы горим пока. Не сказать, что прям критично, но все равно проигрываем. Друзья, если вы интересуетесь белорусским футболом и хотите знать всю правду о том, что происходит в этом виде спорта, подписывайтесь на интересный канал Родный Футбол. Ссылочку оставим в описании. Ребята стараются рассказать и показать всю правду о том, что творится в белорусском футболе. И делают весьма забавные ролики, в которых даже шутят на эту тему. А не шутить про белорусский футбол просто невозможно. Если вы посмотрите их ролики, вы это поймете. Статистику Воинова показывают нам, лидер по очкам у нашей команды. Но у канадцев, я уже говорил, это Кросби. Овечкин, классный силовой там. Еще раз Александр рушит просто канадцев и сам бросает. И здесь штраф мы зарабатываем. В итоге переборщились силовыми наши парни. Но, естественно, надо сейчас очень активно действовать и в чужой зоне. Но здесь Емелин чуть перестарался. Василевский, просто умница! Сбросить можно было, кстати, перчатки. Но я сейчас не о драках должен думать о том, чтобы забивать. И главное, в меньшинстве. Да, цук, Павел, что сделал? Просто умница. Ой-ой-ой, молодчина-то какой капитан. Четвертый голова. Смотрите, как просочился уже здесь. Когда чувствовал, что скорости не хватает, решил бросить по воротам в окружении трех защитников. И мимо Прайса ее направил. 2-2. Так, но мы до сих пор в меньшинстве. Тихо-тихо, Анисимов. Сейчас так шайбу... Фух, чуть свои не положил. Овечкин. Овечкин, почему он в меньшинстве играет? Ну да ладно, бросает Александр. Подальше, подальше. Да, шайбу надо от своих ворот куда-нибудь утащить. Куликов. Здорово, вошли в зону. Подержать, а нас уже это пятеро. Мы-то уже в полном составе. И можем сейчас забивать. Да, сука, Паша! Вышел только на замену. Павел и дубль делает. Показал в одну сторону и ближний я бросил. Вау, да, сука, что? Куликов, Марков. Передачки отдают. Смотрите, просто оп и в этот ближний угол. Есть. 3-2 мы повели. Да ладно? Кунис, ты замучил. Как такой гол Василевский сейчас мог пропустить? Смотрите повтор. Крис тут ушел от защитника. Идеально просто в ближнюю девятку положил. Два подряд гола в ближний мы забиваем. И второй дубль в этом матче. Что вы хотели триллера? Вот вам триллер, друзья. Я по-другому назвать это противостояние не могу. У нас есть шанс. Тарасенко может убежать. Где партнер? На дальней штанге забить пустые. И конечно, конечно, Илья Ковальчук спокойненько вантаймером втыкает ее просто туда. Что за дикий второй период у нас получается? Ух, как же вовремя, Илья. Как вовремя ты прибежал в это место. Так, что? Травма! Да ладно! Кого сломать? Защитника Маркова у нас не хватает. И так защитников. Там только шесть можно человек заявки иметь. И Маркова канадца ломают. Ну это типичные канадцы. Типичная игра против их сборной. Силовая игра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И не было, кстати, никакого удаления. Василевский, спасибо. Поддержим шайбу. Тихо. Фух, думал без драки сегодня не обойдется. И гол. И канадцы только дублями будут забивать сегодня. Данком забивает вторую шайбу свою в этом матче. Ай, сумасшедший щелчок, щелчок по силе точно в девятку. Однозначно это лучший матч на турнире. Без вариантов уже. Но у нас есть определенные проблемы. Восьми матчах подряд очки набирает Ковальчук. Ой, хорош, как здорово. И сейчас можем воспользоваться этой контратакой. Далее. И как, сейчас не забили. Ай-яй-яй. Есть перехват Ковальчук. Вновь. Но там... Там Дацук. Дацук ищет Ковальчука. И тот забивает. Что делает Илья? Что сегодня делает Ковальчук? О, он весь турнир, конечно, в полном порядке. Но сегодня просто... Просто сумасшедший. Ну и Дацук, конечно, как идеально отдал. Как идеально обыграл. Все, мэн. Уходит в центр. Уходит от своего защитника. Но бросать не стал. Защитник щелчок. И там мог быть отскок. Прайса прям очень грамотно. Малкин сейчас закрывал. Но все-таки сумел он справиться с этой шайбой. Сирена. Второй период оказался просто сумасшедшим. 5-4 счет в матче. Но понятно, что далеко еще ничего не закончено. Пожестче. Я теперь буду играть очень жестко против Куница. Он слишком много себе сегодня позволяет. Войнов! Ух ты! Нет, это Емелин был. Прошу прощения, но там прям классная была позиция. Ой-ой-ой, опасно. Опасно! Очень опасно! И Василевский спасает команду! Емелин, перехват! О, еще один бросок. Да Василевский! Что делает наш вратарь? Ой, очень жестко Малкина сейчас уронили. Овечкин тут помогает защитникам, но штанга спасает наши ворота. Быстрее надо от шайбы избавляться, потому что канадцы просто не хотят даже промежутков каких-то временных нам на отдых давать. Что, драка? А, драка, друзья! Я даже не заметил этого. А почему? Я готов? Да, давай, 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 попробуем. Овечкин при чем дерется? Александр, ну сейчас ни в коем случае нельзя свою команду подводить. Давай, Саша, положу! Ну, ста, пожалуйста! У меня язык заплет... Что? Что? Встал? Встал Овечкин, встал. Надо еще несколько раз всего лишь попасть. Да, 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 Овечкин, Саня! Ну, пожалуйста, один удар, один, да, положил! У-у-у, у меня руки скривились аж от этого напряжения, вау! Вау, кто там был, против кого он бился вообще? А, тут Овечкин въехал в галкипера. Перри, что ли? Да, Перри это был. Вау, а, кстати, у них, по-моему, была, да, в реальном матче когда-то драка... И Овечкин до конца игры удаляют! Он злой по камере ударил! Офигеть! Вот это накал страстей, друзья! Я не знаю, если вы здесь лайк не поставите, то где еще надо ставить лайк? Ой, Василевский, спасибо! Давай остановим эту игру на некоторое хотя бы время. Хорошо, здесь очень вовремя... Ой-ой-ой-ой-ой, шайба чуть в наши ворота не отскочила! Тарасенко, бросок, но тут защитник. Мы уже играем от обороны, друзья, и на контратаках. Это неудивительно. Еще один силовой Бержерон там, по-моему, против Ковальчука сыграл так жестко. Кросби! Дацук идет помогать! Кросби все-таки бросает, но... Попал он под силовой от Дацука. Тарасенко в зоне! Нет никого из партнеров! Бросает! И, кстати, Прайс чуть-чуть туда шайбу не отпустил от себя. Еще один! Сколько силовых! Я не знаю, я сбился уже со счета. Кросби, естественно, обыгрывает, но не Василевского! Минута 19! Вау! Я так давно не потел. Так, пока 5 человек на площадке у Канады. И, наверное, они скоро будут делать так, чтобы их стало 6. О! Хорошо, Тарасенко не будем давать им этой возможности. Поддержим чуть шайбу. Я думаю, никто не будет против, чтобы я так сделал еще один бросок. И... Шайба остается в зоне канадцев передача! Дацук! У, Прайс тут ее зажал. А вот сейчас уже пустые ворота у Канады. И надо шайбу попробовать забрать! Василевский! Что делает сейчас наш голкипер? Дацук отбирает! Нет, не отбирает шайбу! Это пипец. За 2 секунды до конца. За 2 секунды до конца он подставил там клюшку. Как сейчас настроиться, а? На этот овертайм. Кстати, я даже не знаю, какой формат сейчас будет. Я даже не знаю, какой сейчас будет формат, как, сколько минут и сколько, сколько на сколько. Потому что первый овертайм для этого турнира у сборной России, у Канады был один. 4 на 4, 5 минут. Играть надо по полной. У нас нет Овечкина. Офигеть! Да то есть Малкин. Вот Малкин. Вошел! Малкин в ближний! Да ладно! Да ладно! Я заканчиваю! Я заканчиваю, Малкин! 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 Спасибо, Женя! Спасибо тебе, дорогой! О-о-о-о! Я еще не хотел бросать. Я думал, может быть, все-таки надо партнером с партнером отыграться. Но нет, я все-таки бросил. Это Малкин. Он попал и он забил. Вау! Вау, друзья! Ну, не знаю, что говорить. Это просто жесть какая-то. Понятно, что рукопожатие между оппонентами происходит. И нас ждет финал. С кем только этот финал. Но мне почему-то кажется, что это будут шведы. И если честно, я сейчас вообще не хочу думать о сопернике в финале. Потому что мне надо пару дней отдыха точно после такой игры. Да, друзья, это будут шведы. 5-1 они Словакию обыграли. И вот такой финал. Две команды, которые занимали вторые места в своих группах, встретятся в главном матче турнира. Друзья, я надеюсь, что мы с вами под этим роликом побьем рекорд по лайкам. Трешку наберете. Я прям буду вам нереально благодарен. 3000 лайков. Очень на вас рассчитываю. Спасибо огромное за поддержку, за кучу комментариев. За то, что репостите этот ролик и рекомендуете своим друзьям. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Где куча хоккейного различного контента тоже присутствует. Жмите колокольчик, чтобы следующее видео не пропускать. И до встречи в финале. Всем пока.